Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Ну что, мои дорогие, сегодня воскресенье, 19 декабря 2021 года, завтра понедельник. И настало время для нашего расклада по знакам зодиака, что ждет меня на следующей неделе. Использовать буду сегодня классическую колоду, вторую последствий. И обязательно возьмем еще по подсказочке из доброй ангельской колоды. Для каждого из знаков зодиака, для того, чтобы получить какое-то важное послание для каждого из нас. Итак, задумывайте, пожалуйста, свой знак зодиака, а также знак зодиака того человека, на кого вы хотите посмотреть этот расклад. И сейчас мы будем его начинать. Итак, общая энергетика недели. О, новые перспективы, новые горизонты, новые берега. Для нас, для всех, это касается абсолютно всех, потому что это общая энергетика недели. Нас всех ждет период, когда для нас будут открываться какие-то новые двери в нашей жизни. Очень хорошо, если каждый из нас подумает о том, чем он хочет новым заняться, конкретно прям обдумать, поставить цели и приступить к действиям. Знаете, замечательный на самом деле аркан, который о том, что перемены ждут, перемены на пороге. Но для того, чтобы эти перемены наилучшим образом влились в вашу жизнь, в нашу жизнь, необходимо обязательно поставить правильные цели, разработать план действий и обязательно начинать действовать. И все будет, все будет замечательно и великолепно. Ну что ж, теперь давайте смотреть по знакам зодиака. Овен, тельцы, близнецы, раки, львы, девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. Определяйтесь, пожалуйста, с вашим знаком зодиака и мы будем начинать. Овен, ой, зацепилась тельцом вместе. Овен, девятка кубков. Отличный аркан, аркан о том, что все будет удаваться и вы всем будете удовлетворены. Как с эмоциональной точки зрения, так и по всем другим сферам жизни. Посмотрите, здесь у него гарсон, да, подносит ему еду, у него и так все хорошо у этого человека. И кубки позади него с вином. И здесь у него полная тарелка еды. Человек ему прислуживает, его обслуживает. В общем, все прекрасно, все в ажуре. Единственный момент, это то, что если вы вдруг почувствуете себя эгоистом, человеком, который думает только о себе и не учитывает потребности и желания других людей, вы уже предупреждены этим арканом. Ну, соответственно, понимаете, да, что, возможно, не стоит так уж сильно в эти энергии погружаться, если вы почувствуете их внутри себя самого. Также, конечно, здесь может быть так, что некий эгоист, вот такой человек в вашей жизни, проявится на этой неделе. Есть ли такие в вашем окружении? Не знаю, подумайте. Новый рассвет, послание от ангелов для овнов. Самое худшее позади. На горизонте новые позитивные события. Великолепный совет пришел вам, послание от ангелов. Так что примите обязательно к сведению, настраивайтесь только на лучшее, только позитив. Следующий на очереди у нас тельцы. Десятка пентаклей. Аркан дома, семьи, материального благополучия. Это о том, что все тоже, так же, как вот по девятке кубков Овна, все замечательно будет складываться по всем фронтам. Здесь в первую очередь по материалке. Может быть материальная прибыль. Видите, какой здесь сундук с пентакликами стоит. Прям такой наполненный пентаклями. Все хорошо. Дом полная чаша. Все складывается хорошо. Так что здесь материальная прибыль, приобретения, возможно, какие-то важные. И вообще любые, любые абсолютно дела, связанные с материальным миром, будут складываться очень успешно. Также может быть зарплата, премия. Или вы как-то удачно можете деньги вложить, допустим, дивиденды потом получить. Или какую-то покупку сделать вплоть до дома, квартиры, к примеру. Но, в общем, вот так. Все, что касается материального мира, а также вашей семьи, ваших близких людей. Очень хорошо, если вы проведете побольше времени с вашими близкими людьми. И тоже будет замечательно просто. Так что отличный, отличный аркан вышел у нас для тельцов. Давайте смотреть послание для тельцов от ангелов. Исследуйте варианты. Пришла пора рассмотреть другие возможности. Хорошее время для изменений. Тельцы, примите к сведению, пора что-то в жизни менять. Так как у нас и вышло, в принципе, на дне колоды, для всех, как общая энергетика, это самое-самое подходящее время сейчас для вас. Для перемен. Близнецы. Аркан мир. Заканчивается период в вашей жизни, то есть год. Вам пора подводить итоги. И пора что-то завершать. Какие-то обстоятельства, некую ситуацию или дела. Вот любое какое-то дело может быть у вас важное. Вам обязательно нужно его завершить на этой неделе. Скорее всего, так и случится. По аркану мир здесь может быть общение. Здесь вы даже, если много смотрите, допустим, роликов в интернете, к примеру, на ютубе, на том же. Это тоже своего рода общение с людьми на расстоянии, через расстояние. Тоже может быть так. Или же непосредственно знакомство на расстоянии, общение в соцсетях, переписки какие-то. Может быть, поздравления с наступающим Новым годом или еще что-то в этом плане. А еще для вас, так же, как вот и на дне колоды у нас была троечка жезлов, для вас открываются, то есть вы завершаете какой-то период сейчас, но для вас открываются также и новые перспективы в жизни. Перед вами целый мир откроется. Огромный, красивый, прекрасный, наполненный возможностями. Вы тоже это ощутите на этой неделе. Если вдруг приболели, не очень хорошо себя чувствовали, пойдете на поправку, будет выздоровление. Если что-то не получалось у вас, что-то стопорилось в какой-то сфере жизни, значит будет продвижение, успешное завершение. Ну, в общем, вот такой аркан, очень тоже позитивный и хороший. Совет для близнецов от ангелов. Послание. Укрепитесь в вере, ваши молитвы услышаны, сохраняйте позитивный настрой и следуйте указаниям свыше. Вот такое мудрое послание у нас для близнецов. Теперь раки. Аркан-дьявол. Когда выходит аркан-дьявол, мне всегда хочется сказать, помните о том, что у всех у нас есть как свет Божий, искра Господня в душе нашей. Так, к сожалению, очень часто мы подвержены и влиянию не очень хороших энергий. И вот аркан-дьявол, это именно об этом. Вам говорят о чем? Во-первых, вы можете находиться в зависимости от какого-то человека, к примеру. Может быть, у вас сложные отношения, потому что по аркану-дьявол это всегда сложные отношения. Это отношения, которые вас энергетически опустошают и выматывают даже. Токсичные отношения очень часто бывают. Может быть, вы находитесь в таких отношениях. Может быть, сейчас на этой неделе вас этот аркан толкнет на то, что вам придется совершать сделку со своей совестью. И какое вы примете решение, зависит только от вас. Также по аркану-дьявол, если у вас есть какие-то зависимости, не дай бог, но это тоже нормальный, тут уж ничего не поделаешь с этим, то, значит, вам идет предупреждение, что вот будет так, а как уже вы с этим поборетесь и решите поддаться этой зависимости или нет, будет зависеть только от вас. В общем, здесь аркан о том, что эта сущность каким-то образом будет на вас влиять в течение недели. Но ваше право принимать решение и делать правильные поступки с точки зрения морали общественной или не очень, и человечности. И это зависит только от вас. Ну и, конечно, некий человек с такой энергетикой может запросто проиграться, отыграться, вернее, в событиях вашей недели. Давайте посмотрим теперь для раков послание от ангелов. Музыка желаний. Реализация желаний ускорится, если вы будете думать о нем под музыку. Ну так, музыка очень важна в вашей жизни, не зря нам сделали на это акцент. Львы. А, переменчивая судьба. Вообще, в первую очередь, да, ветер перемен обязательно в вашу жизнь войдет. Будут перемены. Это аркан о переменах. У нас практически каждому сейчас знаку выходят перемены на этой неделе. Но смотрите, судьба даст вам какой-то очень важный, кармически важный шанс. Не упустите его и правильно его используйте. То есть, этот шанс, будете использовать вы его или нет, зависит только от вас. Так что вам на это делают упор. Шанс, ведь это не то, что случится обязательно. А то, что вам дадут возможность реализоваться, допустим, как-то. Или заработать денег, или вступить в отношения новые, или помириться с любимым. Используйте вы этот шанс или нет, зависит только от вас. Но он у вас будет. Кроме этого, здесь, конечно, по этому аркану можно сказать, что вы, возможно, будете себя чувствовать не совсем устойчиво. Вам будет казаться, что сейчас судьба к вам повернулась лицом, а завтра спиной. Как избушка на курьих ножках. Но это нормально. И ничего страшного в этом нет. Знайте, что если вы правильно будете поступать и использовать шансы, поддержку небес, которую дают вам высшие силы, очень мощную, то вы можете резко и очень-очень ярко изменить свою жизнь в лучшую сторону. Так что вот так, львы. Давайте теперь посмотрим. Совет, послание для львов от высших сил. Волны благополучия. Вас захлёстывают новые потоки изобилия и захватывающих возможностей. Всё о переменах. У нас сегодня просто всё о переменах. Девы. Ну, здесь говорят, что вы можете испытывать материальную нужду, допустим, или же материальные сложности. Это первое будет направление, первый пласт информации. Материальные, возможно, сложности. Может быть о том, что поберегите деньги, приберегите сейчас, не тратьтесь. Такой период, что не показана вам трата денег. А у кого-то может быть так, что особо их и не так много, чтобы так уж прям сильно тратить. Если это материального мира не касается, то нам показывают, что всё равно некий кризис вы сейчас переживаете. Возможно, скучаете по ком-то. Возможно, чувствуете себя одинокой или как-то ущемлённо. В общем, есть здесь некий кризис в этом аркане. Как предупреждение, он тоже идёт. Не надо в нём долго задерживаться. Нужно стараться побыстрее выходить в аркан шестёрка Пентакли. Замечательный аркан Мецената, человека богатого и щедрого. Так что, если чувствуете за собой такие энергии, прям вот так вот и делайте. Ещё, кстати, по этому аркану, если люди будут просить у вас материальной поддержки, в долг, допустим, занять. Просто отдать деньги, если вы кому-то просто захотите помочь материально. Пожалуйста, это всегда только за. Если же в долг кто-то будет просить, то лучше этого не делать, потому что, скорее всего, будут потом проблемы. Человек будет испытывать проблемы с отдачей долга. Зачем вам портить отношения, да? Так, теперь давайте посмотрим. Совет, послание от ангелов для дев. На старт, внимание, марш! Сейчас идеальный момент, чтобы приступить к реализации сокровенного желания. Вот такое у нас послание для дев. Рисы. Маг, очень сильная энергетика. Вы сейчас будете наполнены энергией, как физической, так и эмоциональной, духовной. В общем, вы просто кладите сейчас энергию, вам небеса посылают эту энергию, наполняют вас ею. Если, не дай бог, приболели, выздоровление однозначное, пойдете на выздоровление. Если какие-то были проблемы, любые проблемы можете на этой неделе порешать. У вас все получится, абсолютно все. Знайте, что все стихии сейчас в ваших руках. И кубки, и пентакли, и жезл, и мечи, и вода, и земля, и огонь, и воздух. Все в ваших руках. Все можете решить. Любые проблемы, любые ребусы. Все это возможно, все это в ваших руках сейчас разрешить. Так что вот так. Еще, конечно, если вдруг вы чувствуете, что вам необходима помощь профессионала в каком-то деле, то примите эту помощь. Значит, так и должно быть. Потому что каждым делом должен заниматься профессионал. Профессионал кто угодно может быть. И юрист, и врач, и психолог, и психотерапевт, хотела сказать. И тренер, и парикмахер, и маникюрист, кто угодно. Важно то, что если эта помощь вам нужна, то принимайте ее. Кстати, прекрасный период для того, чтобы заняться раскрытием своих энергетических способностей. И если вы мечтали заняться психологией, эзотерикой, астрологией, нумерологией, ну вот такими вещами. То как раз прекрасный период для того, чтобы это сделать. Давайте посмотрим сейчас послание от высших сил для весов. Сундук с сокровищами. На вас сейчас обрушивается неожиданный поток изобилия. Вот уж действительно четко, абсолютно соприкасается с вашим арканом недели. Так что вот такие энергии мы сегодня обнаружили у весов. Скорпионы, скорпионы, поспешишь, людей насмешишь. Вот приблизительно так будет звучать. Не спешите, не форсируйте события. Здесь нужно время для того, чтобы ваша проблема или какой-то вопрос в вашей жизни разрешился наилучшим способом. Скорее всего, вы чего-то ожидаете или будете находиться в ожидании чего-то ожидания, ну вот любое абсолютно. Ждете письмо, ждете, что ответят на ваше резюме, ждете результатов анализов, ждете ребенка. Вот любое абсолютно обстоятельство вы находитесь в ожидании. Так вот, не торопите события, все случится в свое время. Возможно, нужно подождать еще немножко больше. Вы, возможно, хотите, чтобы что-то случилось, захотите, чтобы что-то случилось быстрее, но здесь нужно подождать. Еще это аркан затянувшейся какой-то ситуации. Может быть, вы находитесь в некой ситуации, затянувшейся, непонятной для вас, и вы ожидаете ее разрешения, она никак не разрешится. Ну так вот, поэтому аркану, скорее всего, на этой неделе и не произойдет это самое разрешение. Нужно подождать еще. Вот энергия этого аркана такова. Давайте посмотрим. Совет послания. О, выскочила другая. Хотела взять одно, выскочила совершенно другая карта. Вы достойны. Знайте, что вы заслуживаете достойной жизни. Вот такой вышел аркан у нас для скорпионов. Стрельцы. Шестерка Пентакли. Хороший аркан. Но он, знаете, о чем говорит? О том, что вам нужно на этой неделе или придется проявить душевную или же материальную щедрость. То есть кому-то оказать поддержку. Или же еще такой момент. Вам прям нужно это сделать. Десятину свою отдать. Десятую часть дохода. Как это, в принципе, это вселенский закон. Отдавай десятину обязательно. Тебе больше вернется гораздо. Так что или вам придется, или вы над этим задумаетесь, или же по своему желанию кому-то окажете поддержку и помощь. У кого-то, конечно, окажется так, что, возможно, вы нуждаетесь в помощи. Но больше все-таки этот аркан о том, что вам нужно оказать кому-то помощь и поддержку. Может быть, даже если вы доброе слово или какой-то совет мудрый дадите какому-то человеку, если вы считаете себя достаточно компетентным для того, чтобы дать мудрый совет, это тоже поддержка, и это тоже помощь. И это тоже самым наилучшим образом скажется на вашей карме. Давайте так вот, так определимся. Кстати, еще по этому аркану возможно денежное поступление от кого-то. Может быть, какой-то меценат, вот такой человек щедрый, что-то вам даст. Неожиданно как-то для вас. А может быть и ожидаемо. Так, ну что, давайте возьмем. Захотелось мне верхнюю карту взять. Совет, послание от ангелов для стрельцов. Поднимите планку. Повысьте требования и получите больше. Не довольствуйтесь малым. Верьте в себя и не занижайте планки в жизни, потому что вы можете гораздо больше, добиваться гораздо большего. Козирог, шут, замечательный аркан. Все будет на лайте легко и просто. Любые проблемы, любые вопросы будут разрешаться просто вот как по щелчку пальцев. Легкая, хорошая неделя, наполненная новыми возможностями. Что-то новое, что-то очень возбуждающее, интересное, светлое и прекрасное должно на этой неделе произойти. Может быть новое знакомство, новое предложение о работе, еще что-то новое. Новую покупку, новое платье какое-то купите себе и будет прямо вау, как круто. По аркану шут очень часто бывают энергии, связанные с детьми. С вашими, не только с вашими. Можете решать какие-то вопросы своих детей или просто приятное время провести со своими детьми. В кинотеатр, сходить в аквапарк или еще куда-нибудь. Вот. Так что вот такой замечательный аркан. Еще он говорит, рискуй и начинай что-то новое. У тебя все получится, не надо ничего бояться. Высшие силы поддержат и все будет замечательно. Если вы чувствуете, что... Но боитесь что-то новое начинать. Или же оставлять прошлое и вступать во что-то новое. То самое время сейчас, самое то. Так, теперь смотрим совет послания от ангелов. Загадайте желание. Это волшебный мир. Загадайте желание и насладитесь результатом его воплощения. Великолепнейший. Вам совет вышел. Так, теперь водолейчики, дорогие мои. Тоже рада за вас, потому что у водолеев очень часто выходят сложные арканы именно в этом раскладе. Но тут все хорошо. Здесь тройка кубков. Легко, хорошо пройдет эта неделя. Без проблем, без осложнений. И, кстати, вполне возможно здесь будет или пьяночка-гуляночка, день рождения, корпоративчик или еще что-то. Или, может быть, встретитесь с подружками, с друзьями. Попьете кофейку, да винца, кто что. Хорошо проведете время. И вообще по этому аркану вам так и говорят. Вам нужно встретиться с людьми, которые приятны вам. Которые дороги вашему сердцу. И вообще даже просто с которыми вам хорошо, с которыми вы можете хорошо провести время. Отдохнуть, расслабиться. Вообще вся неделя будет достаточно расслабленная, легкая, хорошая. Но вам очень хорошо бы еще и самим дополнительно себе такой кайф предоставить. Так, ну что, теперь смотрим совет послания от ангелов для водолеев. Сойдите с колеи. Используйте рискованные начинания и эксперименты для роста и обучения. Ничего не бойтесь. Рискуйте. И все получится обязательно. Рыбки. Остались рыбки у нас. Аркан императрицы. Замечательный аркан. У нас сегодня вообще здоровский, прекрасный расклад получился. Императрица. Конечно, показали в первую очередь вас. Вы наполнены энергией императрицы. Императрица женщина достаточно конкретная, очень сильная, очень такая властная. Женщина, которая умеет решать любые вопросы, любые проблемы. Очень успешно руководить своей империей, своими подданными. Так что вот такая или такой сейчас вы. Поскольку императрица это еще и придворный аркан. Конечно, некая женщина, которая может обладать качествами императрицы. В первую очередь это женщина, чаще всего императрица. Это или семейная женщина, или которая имела опыт семейной жизни. Чаще всего имеет деток. И в общем свою империю. Империя у нее есть. Это точно своя. И причем эта империя может быть муж, 10 детей и большой дом. А может быть однокомнатная квартира, кошка, собака и она сама любимая. Но она тем не менее себя чувствует уверенной, хозяйкой в этих обстоятельствах и на этой территории. Неважно. Знаете, можно быть вообще одной и чувствовать себя императрицей, проявлять все качества императрицы. Но в общем чаще всего, скорее всего, это женщина семейная. Или же эта женщина может быть родственница какая-то ваша, или начальница, постарше обычного возраста. Или же просто человек такой стабильный, у которого стабильные обстоятельства жизни. Она может каким-то образом отыграться в вашей жизни. То есть участвовать в событии вашей жизни. Также по аркану императрицы нам говорят, станьте императрицей, верьте в себя, доверяйте себе. А не опускайте, вот как у какого-то из знаков зодиака было до этого, не опускайте никогда планку, не занижайте ее, потому что вы можете очень многое, вы способны на очень многое. Делайте то, что вам нужно, решайте вопросы, решайте проблемы, все получится. Вы императрица. И пожалуйста, еще тут знаете, о чем может идти речь? О повышении самооценки. Если она у вас и так высокая, и вы считаете так, то очень хорошо, значит, поддерживать ее на высоком уровне. Если вы считаете, что вам нужно поработать над самооценкой, значит, сделайте именно это. И станьте императрицей. И у нас будет сейчас послание от высших сил для рыбок. Позвольте себе получать. Позвольте другим заботиться о вас, получая, не чувствуйте вины и не извиняйтесь. Получайте, благодарите вселенную, конечно, не извиняйтесь, а получайте то, что вам дают и люди, и мир окружающий. Получайте без тени сомнения, без какого-то стыда. Получайте, принимайте, благодарите, отдавайте тоже. И дано вам будет в 100 крат больше. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь на мой канал. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, нажимайте обязательно колокольчик рядом с кнопкой подписки. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра. Конечно же, самых позитивных, светлых, прекрасных энергий каждого дня вашей бесценной жизни. И защиты и поколение ставших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Субтитры сделал DimaTorzok